Девушки отдыхают Соперник плохо надрафтил и так далее Тут даже суперфавориты выходят И их тренеры, которые начинают давать После драфт аналитику И говорят, что у соперника пик тоже неплохой Тоже могут удивить и так далее Все очень спокойно происходит В этом плане мне вчера Блиц понравился Особенно на первой карте против ББ Он сказал, у нас все хорошо, мы лучше надрафтили, мы сейчас выиграем Вот такой уверенности реально не хватает Я же послушал наших аналитиков Как они обсудили эти драфты Ты знаешь, мне нравится драфт героев Я вообще не вижу в этом драфте каких-то серьезных проблем Подожди, а Марсе три? Это здорово! Это даже в плюс? Это в плюс, да, потому что они с ней играют Они любят и умеют с ней играть Это два керри очень тяжелых, которые будут лететь Да это три керри по сути И довольно сильные линии То есть я слабо представляю, как Джакира, например, с ДК проигрывают лайн Ну, наверное, только если очень качественно будут перетягиваться саппорты коллектива Тундра И активно будет играть Топсон Вот ты сам сказал, да, что там будет три керри потенциально у команды героек Что это означает? Это все-таки жадность Это жадность, где нужно будет этим керри найти какой-то свой фарм Да, поделить карту А линия хорошо обязательно стоять Тогда, да, тогда, конечно, все будет неплохо Ну, а если вдруг линии поставить хорошо не получится Пока получается Давай Лама проливает первую кровь Убивая Вайт Мона на верхней линии Это очень хорошо для Марси Тройки И пока успешно Так вот, если вдруг хорошо за Роуми Да, вот эта Энчантра вместе с Мираной под Инвокера Попробует сыграть по центру Потом Инвокер будет присоединяться к различным сайдам И тогда, конечно, в мидгейме будет очень тяжело Потому что Пларка хочет покачаться ДК какие-то там, блинки в начале нужно С блинком тоже хочется что-то дальше получить Марси, естественно, тоже будет нуждаться в своих артефактах И могут, ну, немного просесть, да, в стадии мидгейма Из-за нехватки возможности играть суперактивно Вот на мой взгляд А мне вот почему-то наоборот кажется Что здесь такие герои Которые даже без большого количества вещей могут драться ДК, блинк, он готов Темпларке вообще ничего не надо Ну, а Марси, это герой, который играет до БКБ А дальше не уничтожает там с четвертой позиции С любой абсолютно позиции Может не хватить скилла, безусловно Есть у героев проблемы Это те проблемы, которые они показали уже в групповой стадии Но Тундра идеальная, что ли? По-моему, нет Да, да Это нам групповая стадия показала Что и у Тундры возникают какие-то трудности Но при том стоит отметить, что в подавляющем большинстве карт Тундра именно лейнинг здорово стоят У них всегда они выходят практически победителями С большим преимуществом по экономике По крипстату Потом в мидгейме, да, с первыми перемещениями Небольшая заливка происходит Зачастую Ну, опять же, я думаю, что с течением времени Как-то вот, знаешь, наработает Рамзес вместе с Саксом Саксов тянется в коллектив И вот каких-нибудь там грубых ошибок Когда они бегают пятером, станет точно поменьше Игра почище будет И, собственно, и Тундра после лейнинга Ну, будут чуть Чуть отыгрывать, знаешь Реализовывать свое преимущество А так, да Так пока хватает возможности у оппонента всегда камбэкать Посмотрим, удастся ли это делать героик Или, может, даже камбэкать не придется Просто отлично отстает линии Поглядим Пока ФБ, да, действительно за тройкой Марси Давай ламам, хорошо Показывает центр, в котором Топиас борется с аналогом И у них покоротенько все Ну да, вообще раньше это был выигрышный матчап для Темпларки Сейчас, наверное, на инвокерах чуть попроще стало стоять Плюс это один из сильнейших, наверное, инвокеров на планете Он умеет, практикует играть такой матчап Но линия Марси плюс кто-то Я неоднократно видел у героек И, как правило, они здорово ее стояли И сейчас я тоже смотрю в полный порядок Крипстат нормальный у Марси Ну и самое главное, что ФБ уже сделали Вижу, что линия запушилась в сторону Пьюра По идее у Вайтмона сейчас развязаны Руки у него есть левел Уже, да, вот видишь Снизу, например, довольно глубоко играет тот же Кейджей Ну тут его через копье будут забирать, видимо И первый фраг для коллектива Тундра также был сделан Вот, можно выходить уже в спину На нижнюю линию вполне себе ДК-герой без эскейпа Да, он достаточно большой Он достаточно тяжелый Вот, но пока у него артефактов не так много К нему можно в спину приходить на Enchantress Все-таки численным большинством забирать Так что, в принципе, у Вайтмона есть возможности Куда-то смещаться, играть активно Вот самого Вивера забрать будет в разы сложнее Нужен какой-то контроль дополнительный У Джакира пока Айспас, естественно, не вкачан Поэтому вряд ли мы увидим перетяжку в ближайшее время Удивлен я Нетворсу и Тембларки Сейчас мы их увидели Как-то маловато Тяжеловато стоит, да? Тут постоянно ресурсы выбивает Тобсон Кидает Торнадо Бесконечно бьет с руки И Тембларасасин вынужден Где-то отвлекаться на то, чтобы Восстанавливать себе запасы здоровья Идет аналог делать стаки И это влияет на экономику Мы видим, Блочет, кстати, Сакс Не дал возможности сделать пул Аналогу Вайтмон перетягивается Играют под мид Вот то, о чем я говорил, да? Активная дота в исполнении саппортов У которых, в принципе, развязаны руки Это сейчас то, чем будут Тундры завоевывать Стадию early-mid-гейма Они будут душить аналога А потом, когда Тобсон получит Такую должную поддержку на старте Тобсон сам пойдет по сайдам И будет громить соперника Поэтому до героек, на самом деле Уже с этого этапа игры Наступают довольно тяжелые времена Но при этом Я посмотрел на хп-бар Рамзес Он потерял почти 60% хп Просто потому, что По скиллу буквально ребята скинулись Один он тоже стоять не в состоянии Так, ну в центре ничего не получилось Возвращается с Адмирана Рамзес под своим тавом На самом деле, вполне себе самостоятельный Мы знаем прекрасно Пару брейсеров приобретаешь на Марсе Ты мега-плотный Тебя просто... Тяжело бить? Можно Можно, но очень тяжело Порой это даже будет Вливаться все в размены какие-то Поэтому это не совсем нужно команде героек Поэтому опять Мирана бегает Опять по центр Это уже под шестую минуту Тут, понятно, такие мидеры Им не столько важно забрать Прям, да? Эти руны активные Если мы не собираемся гангать Потому что бутылки ни у кого нет Вот Точнее в инвокер Точно нет бутылки Вот Но не дать сопернику Это довольно важно Давай, Лама здесь Очень много урона наполучал Была бы энчантры То есть могли бы и фраг сделать Тем временем я обратил внимание Что, по-моему, ДК там Мидас собирается покупать себе Что-то новенькое Вот Ки Ивана Обычный армлет берут на керри ДК Первым слотом А ты вчера видел игрушу, да? Последнюю? Последнюю нет Так, у нас снизу экшен какой-то Энчантры Через каттер бласт Неплохо Пьюр пытается забрать Сколфилда Крип погиб Ну остались тут с минимальным Запасом здоровья Что Сколфилд, что Давай, Лама Но самое главное живо Фраг сделали В целом никого не потеряли Тут главное вот сейчас Второй волной атаки А Сакс не погибнет Нужно под седьмую минуту Еще сместиться Да, аккуратно за контроль Туруна Мудрость Да, уже идет давление Перетягивается Топиас Пьюр ускоряется Подшикуч Очень опасно Кейджей тоже здесь Просветка пошла Пьюр дерется против Давай, Лама Кидывает форму только по одному Получает диспоуз Неприятно, но терпимо Шикучи Но тут диспоуз был на самом деле Не по всем стану Токи Топсон приходит Дает торнадо Закрывает Марси Будет добивать Кейджей Это уже минус 2 У Сколфилда очень мало здоровья Потердовушка Постарается похилиться Но нет, Шикучи добивает его Пьюр Это минус 3 Да, вот тут не справились герои Просто не справились Сразу телепорт от Топсона Возвращаться будет на линию Пьюр постарается пожить Да, и даже у него получается На Шикучи просто уходит Классный выход от команды Тундра Жесткий, наглый И герои тут нормально не среагировали Ну как, точнее не среагировали Они пришли сюда Но они были просто слабее Они были слабее Там Пьюр остаться не пришла поздно достаточно И Пьюру повезло Он успел поднять 6 левел Он выжил только благодаря этому Нажал ульт и восстановился Так бы его дожимал Ну смотри, как тяжело играть Не знаю, тут отчасти от того, что драфт такой Или от того, что прям просто Аутплей, что называется Скорее второе Тундры, да, просто вот У них все получается У них те, кто остаются без поддержки саппортов Хорошо фармят Я имею в виду Рамзеста на своей линии Пьюр активно играет Топсон активно играет Саппорты постоянно бегают И героек трудно 2-3 тысячи они уже проигрывают по экономике Да, это много Нельзя ни в коем случае дальше проседать Вообще я удивлен, что герои Будучи южноамериканской командой Перестали играть активно Раньше вспомню, как они бегали Как они носились по всей карте Также делали киллы Сейчас команда играет более прагматично Играет часто вторым номером Затягивает игр в лейд Как будто бы им это не подходит, что ли Ну, Кивану всегда это подходит Единственное, что вот я помню Самые лучшие, пожалуй, времена Именно в этом составе героек Тогда, когда у них получалось Играть в четвером спейсе для Кивана И метод такая была Что Киван играл на тяжеловесных персонажах На которых он мог покачаться Потом прийти к своей команде И выиграть игру Вот такой этап Вот месяца два, наверное В этом сезоне точно было Но несколько метод поменялось Сейчас таких вот тяжеловесных персонажей Уже не берут, нет какого-то СВ на керри Гирокоптера керри Кивану приходится играть вот на ДК Это отчасти персонаж, который может, конечно, покачаться Но его тоже просят идти с командой В один момент, когда приобретает себе Блинк, Тормлет И играть активно Что Киван не особо любит По его вот геймплею По его, знаешь, ментальному Такому определению в Доте 2 Вообще не понял, что сейчас сделал Давай-Лама Почему он не пошел просто под вышку Там хотя бы телепорт, возможно, тиммейтов Он загнал себя в угол И в итоге отдал очередной фраг Странно действует Но Тундра доминирует по всем фронтам Снизу тоже вышка падает И как будто бы реально зажмутся сейчас Таких героек Просто прячутся за Т2 Совсем плохо Ну, трудная игра будет Очень трудная Мы лейник проиграли У нас ДК все-таки действительно фармит Мидас Вчера вот матчи Team Zero, Аврора То же самое потолстил 23-ц Потому что они вообще там, по-моему, два Мидаса хотели приобрести И, конечно же, игру проиграли Потому что, ну, в нынешней Доте Играть-то столько пассивно через Мидаса просто не прощается А тут еще и лейник был не самым удачным Стрела мимо, но первую арену ставит Рамзес Реализовывает очень легкие убийства Джакером Давай-Лама где-то тут Он перетянулся вниз Но они вдвоем Они вдвоем и отомстить здесь никак не смогут Постоянно у Тундры больше людей Каждой абсолютно точке Давай-Лама тоже будет умирать Потому что Топсон рядом Давай-Лама Жука получил Но тут Бешан Он еще и после телепорта Вся команда здесь Он после телепорта Вот у тройки Марси игры практически нет Шестой Нетворст Он умер на верхней линии Телепортировался вниз Умер опять Вышка снизу упала 4К перевеса Ну, пока, знаешь, очень легко получается Пока очень легко И вот смотри Не с кем даже в доту поиграть У нас все кор-герои Оказались побиты И вынуждены выфармливать себе какие-то первые слоты То есть и там Пларке это нужно делать с центрального коридора Это Каун Мидас У Марси денег нет Саппортом даже не с кем смог элементарно прожать У тебя ни один из кор-героев не готов Немножко жадно, как мне кажется Получилось У Марси, которая уступает уже там любому кору соперника Полторы тысячи это герой, конечно, слабый После ФБ настолько слить линию Просто странно У Скофилда есть 6-й левел Ну, хотя бы, знаешь, под его ультимейт сыграть Ультимейт-то сильный Прийти наверх Прийти забрать вышку наконец-то Просто сделать так, чтобы вас было больше в определенный момент Ну, надо, чтобы соперник на месте стоял, да? Чтобы реализовывать такие ультимейты Как-то зафиксировать А кто это будет делать? Да, контроля-то достаточно И Джакира у вас есть У каждого героя есть тот или иной вид контроля Здесь попытка отсыщаться И вот он контроль Почему не Тобсона? Почему Вайтмон отобьют? Ай, этот пласт шикарный от Тобсона Он выходит на безопасную позицию Рамзе все время заходит со спины Просто ставит арену в двоих Тобсон еще и далеко не убежал Готов там какие-то нюки закидывать По итогу Вот она реализация Мортимир Кисос На самом деле, выглядел даже неплохо Я с тобой готов согласиться Подай спас Мортимир Кисос Получилось недурно, но этого мало Что сделал Он смыл, да, ударил не инвокера А почему-то энчантис По-моему, эта цель просто сложнее Гораздо инвокер уязвимый товарищ У вас было все, чтобы его забирать И сбивать стрик Ну, как будто хотелось, да Сделать хотя бы одно какое-то убийство По итогу фрага нет Ультимейт нажат Кулдаун запущен сейчас И мы продолжаем отставать Отставать очень сильно, конечно 8-2, 5 тысяч на 12-й минуте Тотальный контроль над картой команды Тундра Ну, сильнее играет Ну, ничего не сделаешь Просто сильнее играет Такое ощущение, что против Тундра Команде героек нужно Какую-то особую стратегию было подготовить, да Что-то такое-то удивление на драфтах, возможно У Марса 3 это Ну, не совсем то, что бы удивлять И то, что это как-то очень опасно Причем у них на первой позиции играет легенда региона, который стал легендой на других героях И при этом он играет по мете Это настолько ему не подходит Я все жду весь турнир от Киевана Что-то старое Типа Абадонов, ВК Нет, он садится на этого ДК Играет, потому что так играет весь мир И ничего не получается Ну, да, ну не мета, видишь Не мета Нет возможности пикнуть какого-то фантом-лансера Что-то такое, знаешь Пофармить, там, потом выйти Не, ну теоретически, конечно, можно Есть, конечно, возможность Ну да, теоретически можно На практике, ну, как бы Бояться Бояться, да Просто потому что никто так не делает А если ты возьмешь, проиграешь У всех будут говорить Ты еще и драфтишь Непонятно что Короче, вот Куча нюансов с этим связан Приходится терпеть на ДК Вот в такой игре С Мидасом Естественно, все это прекрасно Видят в Тундрах Естественно, зажимают Естественно, понимают Что ДК без блинка Он ничего сделать не может Он ни разу команде не поможет Его можно душить Его можно давить Как же глубоко играет Тундра сейчас Захватили Чужой лес Не пускают никого А герои Даже не фармят Посмотри Один герой за вышкой Другой вообще между линиями Качается буквально Темпларка сейчас Просто даже В Чужом лесу Настолько глубоко стоит Растакса Лип потратил Но нужно попробовать Его поймать, наверное Как-то у него еще лип есть А, из-под ребаунда Шикарно сыграно Дальше кровавая граната Хороший, между прочим Айс пас Но ненадолго Тобсон это замедляет Но дает колл снэп Стрела в спину Не увернуться Не уйти Санстрайк На всякий случай Контрольная Тобсона Легкое убийство И вот даже Самый ближайший кемп К твоей базе В лесу Вот вообще небезопасная зона Это не то место Которое место Которое место Которое место Кто-то обязательно Придет через ТП И спокойно заберут Мистерфиром Любую цель Да, как-то совсем грустно Два килла для героек За 15 минут Это очень мало Терпеть, терпеть, терпеть Ну, на что расчет? Да, давайте придумаем Хоть один план Для того, чтобы Комбэкнуть эту карту Для команды героек И пока то, что я вижу Это фарм Декас Медаса Вот единственное, да Купит он себе там Сэнджин Яшу Или что планирует В 5 киван Манта стайл Окей Армлет БКБ Блинки Ну, мы понимаем Что это безумное количество денег Но с Медасом Все-таки у Тянтворс Должен повышаться Если за спейси Для Кивана ДК это сильный герой За вопросов никаких Только там Три героя сильных А у вас будет один Ну, полтора, ладно Ну, что-то Пларка Тоже может пофармить Они на самом деле Диаметрально разные Участки карты фармят Это хорошо Они пытаются делиться Чтобы у Кивана И у аналога что-то было Интересная статистика 50% точность Оглашения копьем Угу Не знаю, правда Сколько это много Можно считать Или мало? Мне кажется, мало Мало? Честно Опять же, смотря В какой ситуации Потому что ты можешь На линии просто кидать Вот, вот Где-то крипа, например, добить Это тоже считается? Ну, видимо, да Использование же копья Правильно, каждое А это еще для фарма Было бы интересно Посмотреть на такую же стату Только конкретно в арене Ну, в арене, да В арене, конечно Показатель должен быть Больше там 90% Естественно Так, атака Давай Лама снова его находит Вот хуже всего Икрается именно Тройки Марси сейчас Потому что мы прекрасно Мы понимаем, где фармить ДК Мы понимаем, что Второй там по очереди По приоритету На получение денег Это Топлар Ассасин И третий, естественно, Марси А в такой игре, где вас зажали Для тройки Марси Просто не хватает пространства Чтобы получать спокойно Какие-то дивиденды По итогу он выходит Фармить самые опасные места И на этих местах Естественно, ждет соперника И убивает раз за разом Поэтому трудно Ну, примерно, да Как я и сказал Он пойдет в чужой лес И там его поймает Вивер и плюс один Топстан Нападает на ДК Нужна помощь какая-то Нет, это так Припугнуть Заставить людей стянуться И просто уходят Тундра Давай Лама отрабатывает Роли Саппорта Третьего теперь в этой игре Ого Ракс купил Нужно БКП прыгает Хорошо зацепил После липа И с пасом продолжить Макропьера ставится Саксу все-таки Еще один лип использует И уходит А Топстан Остается просто драться до конца Выигрывая время Для того, чтобы ушел Рамзес И убежал Амирана В итоге пожертвовал собой Топстан Ну и неплохо получилось Тут ребаунд на самом деле Очень далекий вышел Давай Лама После липа Прямо затопил соперника Хороший фраг Мы сейчас Ну буквально каждому убийству От команды героек Будем радоваться Таких убийств очень мало Поэтому за каждый фраг Хочется поболеть за них Потому что игра Очень тяжело складывается Ну и молодцы Что не стали дайвить куда-то Не стали искать эту Мирану Хотя нашли Потому что Мирана Сама здесь осталась Рамзес Стрела хорошая Продолжение нужно Но есть телепорт Саксу умрет Вероятно Ну а из паста Нужно получше давать Финалок спрятался Вивер рядом Рамзес Ой здорово Блинк аут Отлично Все выйти Фраг сделали Один Да безответно Копье Пригвоздил в этот раз Рамзес Повысил свою точность Столпу погибает Пьюр делает превосходство Это легкая игра для Вивера Конечно Просто спокойно Можешь качаться Можешь бегать С своей командой Драться Все что угодно Можешь делать на этой карте Все прекрасно А там БКБ Но БКБ да Решил все-таки После Медаса Иван Я думаю что это Отчасти Не то что он хотел Купить первым слотом А мне кажется Это вынужденное решение Идеально купить Был конечно Как Туманта Стал Знаешь Отправлять иллюзии У тебя Медас Как-то лучше фармишь И так далее Дальше раскачиваешься Но здесь Киван понимает Что вот уже совсем скоро Ему придется прийти К своей команде И дать бой А дать бой С БКБ конечно Будет намного эффективнее Самое обидное Если боя в итоге не будет И тогда ты точно пожалеешь О том что купил БКБ так рано Ладно С покупкой БКБ Никто никогда не должен жалеть Это настолько надежное Айтем ты его приобретаешь И всегда прав Вот нет такой ситуации Которую купил БКБ И это абсолютно ненужная шмотка БКБ пригодится всегда Отпрыгивает Ланая Будут судя по всему Защищать эту вышку героек ДК форму нажимал уже Там не так много осталось Ой как плохо Нужно убегать героек Они здесь продадут Конечно Скофилда Скофилд на одной из карт На этом турнире Установил почти рекорд Ну точно рекорд Среди саппортов На этом же персонаже 34 кда он сделал Ни разу не умер Вот бы ту игру сейчас Ну он бы наверное мечтал об этом Ну конкретно не в этой карте Ну трудно да Ничего не можешь сделать Ты не можешь попытаться Там вторым номером сыграть Контр инициировать Потому что ну опять же Там на ДК нет блинка элементарно Да и во вторых Ты видишь и всегда знаешь Что у Марса есть арена Вот даже это простое понимание Что арена у Марса имеется Тебя заставляет идти назад Ты не хочешь Опять давай лама в чужом лесу Опять вынужден Агрессивный фарм Рискованный естественный Опять жестокая наказуемость Стороны соперника Какая там уже смерть подряд На этой Марсе Не знаю точно было у него 6 6 7 Ну ладно Когда-то БКБ купит Давай представим Что это просто четверка Которая покупает БКБ И потом делает импакт Да это с третьей позиции Да это после того Как сам сделал ФБ Да это конечно медленно Но когда-то же будет Уж касательно Марса Кстати вполне себе Применимая логика Потому что там Несколько раз Ладно не несколько раз Огромное количество раз Четверки Марсе Мы помним Там того же Синькью Покупают БКБ Башер Все это полноценный кор Причем там За 30 минуту Это полноценный кор Потому что берет на себя Даже одного Которого персонажа И вполне может убить Свой ультимейт Свой баф Вот поэтому Это актуально Ну опять же да И БКБ и Башер Тут в такой ситуации Еще приобрести надо умудриться А у нас 5600 Нетфорса Это что-то на уровне Четверки Мираны С командой Тундра Ну и согласись На халяву Тундра То спушить не сможет Я бы не сказал Что там лучшие герои Для этого Придется выигрывать Тимфайт Придется прыгать на ХГ А в защите У героек Персонаж это классный Ну пытаемся Мы с тобой тут сидеть Рисовать какие-то Абсолютно невообразимые Картинки Камбэка Для команды героек Понимаем конечно Ситуация у них максимально тяжкая Нам было бы проще Если бы команда героек Сама что-нибудь продемонстрировала Мы за это зацепились Ну какой-нибудь выход Не знаю Полусмог Ну что-нибудь Создаем интригу Пытаемся Да-да Мы за них стараемся Понимаешь Они с нами пока Ничего не делают Для того чтобы Камбэкнуть в этой игре Они отыграли 2000 Да Пойдет Ну я вижу Где фармит Кейван Он нашел ту область Где за ним особо охотиться Не будет Но он кстати может позволить себе Идти чуть глубже Просто потому что БКБ телепорт У него всегда будет работать Если на него вдруг нападут Поэтому да Может и пачки скипать Вот так выходить Яш у него имеется Сделает манта Ну что касается Гектора конечно Этот парень Вот в таких ситуациях Фармит искусно Абсолютно Просто посмотрите На этот топовый Нетворс Я конечно понимаю Мидас Но игра в которой Вы буквально зажаты Уже там не знаю После лейнинга После там 8 минуты А он при этом Все равно умудряется Натать деньги Умудряется качаться И качаться так Что он делает это Просто лучше Чем кто-либо на карте Ну пожалуйста Гектора Антонио Родригес Легенда Легенда Пятый интернешнл Для него Он сказал в интервью Что очень хочет попасть в топ 8 Причем он был уже топ 8 Ты знаешь У него вот запрос такой На самом деле Не то чтобы Вау Не замахивается Он просто скромник Это хочу играть в топ 8 То есть у него даже цели Такие очень приземленные Весьма Но вот и эту цель На самом деле Очень сложно будет выполнить Слишком большая конкуренция Рамзеса поймали Интересно Нужно убивать Тут нажимает БКБ Разворачивается Заберет Кейджей Судя по всему Там Пьюр тем временем Снова убивает Давай ламу бедного Рамзес БКБ закончится вот-вот Вайтмон уже пришел на помощь Скофилд В итоге Неужели отпустят? Да Потому что там вся команда Тундра А вот Тундра уже не отпустят Они зажимают Скофилд Он выигрывает время Для своей команды Чтобы все ушли Но Пьюр уже Пошел за аналогом Уже цепляет Глейкинер Сегодня у него маны нет КПшка активирована Эти айспасы нипочем Прыгает Мирана Ну и до конца Пьют Как же выйти? Как же выйти? Как же выйти? И засейпить тоже нет И прыгает Рамзес дальше Ой С прокастом Кейджей вообще не ожидал Гектор один Рамзес остановить нет Не получается Лепорт пятно под носом Кейван без блинка Даже вот-то прыгнуть Никого не может Просто летает Крылышками машет И здесь И там никого Никто не застанел По итогу Очень не хватило Этого ДК Когда они нападали На Марса Наверное хватило бы урона Просто физического Ну а так Тундра разворачивается Делает минус 4 Спокойненько А Гектор продолжает качаться Все что остается Справедливости ради Действительно Экономика Вот именно В соотношении Преимущества Просто не растет У Тундры 5-6 тысяч Казалось бы При такой доминации Ну десятка должна быть Робра Причем обратим внимание Что Тундра Например не разменивается На выход на Рошана Они теоретически Могли бы его забрать Но они прекрасно понимают Что когда они в пятером Уйдут в Рошпит То скорее всего Соперник будет там Отпушивать линии И очень много покачается А Егис не то чтобы Прям сильно Тундре нужен И даже при всем при этом Прям роста по экономике Отрыва такого глобального По сути нет Да все еще тотальная доминация Именно с точки зрения Контроля карты Тимфайтов Но по экономике держится И пока Тундра Даже Рошана Не забирает Плюс на ХГ Я все еще не вижу Как они будут подниматься Но только опять же Если будет доминация Там 15-20 тысяч Когда будет Действительно У каждого кора Плюс артефакту Лишнему Дорогому Ну это далеко еще Все Так вот поймали ДК Киван 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 Кбтп Смогут ли сделать так Чтобы он не нажал БКБ Торнадо Марс Кап Ой Я в иллюзию попал С него маны кстати нет Вот сейчас БКБ ТП все нормально Гектор должен улетать Ну как Нормально Нормально так спокойно Сказал Я не знаю Гектор Я верю всегда Он справится Ну прям совсем Чуточку Да На самом деле Была бы супер обидная смерть Да Что так он Не сразу нажал БКБ Нас бить и телепорт И что-то верно отправится Ну ладно Здесь справился К слову о копьях Да Ну да Не ну он попал Сакс Не будут нападать на него Здесь опять 4 героя Да и 5 В конце концов Гектор без БКБ Стрела летит Под хвостом пролетела Торнадо От всего нужно уворачиваться В Гектора Просто какие-то спылы Летят издалека Как быстро играет Тундра Обратите внимание Только на топе Прогоняли Киевана Сразу через парный портал Уже внизу Уже выгоняют его С самого ближнего кемпа Там уже качается Спокойно Топсон Нет простора Нет свободы действий Уже чуть ли не на базе Просто хочется сидеть И ждать Когда допустят ошибку соперник При заходе на хайграунд Ну герои конечно Стиль сегодня ПВЕ Да Только против крипов играют Герои их никак не интересуют Ну это первая карта такая Да Вот Мы конечно не слышали О чем там мог сказать Например тренер Вообще как строился Драфт у команды Герои Какой был план Наверняка в этом плане Не было вариантов Которым они настолько Сильно проигрывают Лейнинг Хотя казалось бы ФБ они там сделали Да Но первые же смещения саппорта Все на самом деле Расставили на свои места И вот Что я боялся Вот от этого драфта героя Вот ты говорил нормально Всем все хватит Ну жадно получается Вот просто жадно получается Нам Всем трем героям Что-то нужно Мне кажется Они просто боялись После того как Начало Тундра выиграла То есть буквально Реально Два перемещения И все Ребята встали Они понимают Что мы уже выступаем Как-то мы плохо двигаемся Нас везде ловят Тем временем Очередной фраг будет Для Тундры И лично для Топсона Вот смотри Блинк появился У Киевана Запах хороший Вот так если посмотришь Ну вот просто Обособлен Вот давайте закроем Там верхнюю табличку Слева Это все закроем Пока ставим Киевана Смотришь ты в адвентарь Ну выглядит это симпатично Манта стайл БКБ Блинк 26 минута Нормально Очень много Реально безумно много Очень хорошо Да такой натвор скрепенький Все уже Как будто бы готов персонаж А потом Вот как раз нам убирали табличку А вот табличка возвращается Такой Накфор Гиргоя Где его тиммейты Аналог Он-то кстати без БКБ Выталкивает Рамзес Темплара Сафина Она не выживет Естественно Давай Лама Нажал свой блэкингбар И просто на базу Потому что нет ДК Некем драться Вот чуть-чуть Чуть-чуть аналог До БКБ Глэпер пацан Ой Забрать Отдали И тундры убежали Ну давай так Драка была 4 в 5 Темплара Сафин Не участвовала Ну Знаешь Тут как бы Вопрос в том Что Марс сам В троих полетел Не имея ресурсов Особо Просто он увидел Замечательный момент В котором он может Ну наверное подумал Что с одного года Заребюк Просто сделает Трипл Там мека была Ну Переиграл ситуацию Бывает такое Ну вот Если за что-то И должны цепляться Ребята из героев В этой карте Ну только вот На такие дайвы Наверное тундры Что будут забегать Будут допускать ошибки Что Кейван Все это время Будет стоять Драться там Получать какие-то ассисты Какие-то шальные фраги Там Оп-оп-оп И тиммейты Что-то получили И вот вы уже Как там выровнялись Звучит конечно чудесно Звучит Ну прям неправдоподобно Я вот сам это говорю И сам себе не верю Не веришь да Вообще не верю Вот честно Я вот пытаюсь озвучить Я пытаюсь как-то помочь Команде героев Но я сам этому не верю Просто Если очень чисто сыграет Мне кажется уже Просто от тундры Больше зависит Чем от героев Если тундры сыграет чисто У героев просто Очень мало шансов Тундры при этом Наверное Не относится К самым дисциплинированным Командам Эти ребята Могут себе позволить Причем Лучше всех В этом плане Работает пьюр Вот он надежно действует Почти всегда А Рамзес и Тобсон Способны Закинуть где-то Ну пьюр на протяжении Всего сезона Можно сказать Демонстрирует Наверное Самую такую стабильную Тоту на первой позиции Не знаю Наверное Из игроков Восточной Европы Самый Ну я тоже Естественно имеется Да Радан Ну вот они с пьюром Как-то вот топ 1 Топ 2 По надежности Занимают Наверное Да Вот если мы берем Крета по региону Первой позиции Очень хорошие игроки Очень надежные Вот действительно Если игру нужно закерировать Как-то Обращайтесь к Радану Обращайтесь к пьюру Это за ними Кейджей Не обращайтесь к Кейджей Он руну Все-таки взял Молодец Хорош Во имя руна дать Нет, не ошибка И опять за Кейва Опять понимает Что где-то там ДК В той области Будет его искать Будет его сетапить Конечно топсон Это делает уже неоднократно Но опять при этом БКБ нажимает На что делать Да, придется Он не жадничает Потому что был еще один телепорт Улетает Кейван Но опять время затягивается Потихонечку И Тундра без Аегиса Возможно придется ждать Следующего Рошана Или пойдут Страшно Как-то вот героик Выигрывает время Отдаляют время Вот этого Захода на хайграунд Сносы их базы Например И вот вытянули Уже практически на полчаса Чистого игрового времени И ДК Стоп 1 Творс еще остается Но надо чтобы тиммейты Ему все-таки помогали Аналог старается Аналог пытается держаться Он даже сейчас Какой-то БКБ себе должен доформить У него будут неплохие слоты В целом Не вау, конечно Но средние Для этой минуты Но вот Больше коров нет И нам на двух коров Придется отбиваться Вот от таких тундра И есть нюанс В этой игре Про который мы как-то забыли Есть Мирана Мирана 4 Который нетворс Больше чем у вражеской тройки А Мирана 4 Это герой Который выходит в лейт Может Но там билд По-моему через пику Если я не ошибаюсь Да тем не менее То есть у него вообще Ничего не куплено Объективно Ну я имею ввиду Можно было через Глейтнер Тоже поиграть Жадно Да, там допустим И выйти тот самый лейт Драгонлендс Пика Ну да, да Теоретически Конечно Мирана тоже Преводится в более чем Боиспособного персонажа Там не хуже Марса Будет разбавать Если потребуется Дяд Мирана Здесь Solar Flare набросил И Команда все сделает и так Тундра опять в чужом лесу Герои в этот раз Хотя бы вместе Неужели они готовы Здесь защищать Т2 А может проще с ХГ А может Ну и ходивышки внешние Всегда хочется Знаешь Будут широко играть Тундра И один из героев Пойдет в верхнюю линию Пачку скипать И ты его быстро убьешь Вот это прям Супер полезно О, Хекс Внезапно Арена ставится Госребью Копье Пригвозили Кейвана Быстро стирают его Куки Все не работает Он погибает И байбека нет Ну, нашли свой момент Внезапный абсолютно хекс От Рамзеста Он стал Действительно неожиданностью Для команды Героя Для самого Кейвана И ничем не помочь Просто из фокуса Он не вышел И теперь Целая минута отчаяния И страдания От команды Героя Прыгает Давай лам БКБ нажал Таймлэпс от Вивера Сейчас дождутся Когда БКБ у давай лама Закончится Вернутся на хайграунд Тундра Ну, всеми Возможными И невозможными способами Пытаются прогнать Команды Героя Свою соперника От базы Нет И лучше, наверное, отдать линию Сверху снизить не смогут Снизу вполне И Тундра идет Глиф есть Глиф появился Глиф нажимаем сразу Удобно, что в тайминг На нажатии Аллакрити Не знаю, насколько сильно это поможет Называется два Форш Спирита, естественно Все еще ищем варианты какие-то Даже в таких мелочах Даже микроварианты Айс пас Да, да, аккуратно Аналог там отстреливает, естественно Давай лама не может прыгать Или нет Блокинг Бара Пьюр может позволить себе танчить Опа, ребаунд внезапно А убить Убить, стычка Оу Минус Пьюр Так, а вот это интересно А может он продолжать А скоро Киван появится Скоро Киван появится Через блинк И сможет попробовать Нагнать соперника Нужно помочь ему Аналог как раз таки двигается В сторону Рамзеса Вайтмон принимает на себя внимание Делает телепорт Получает диспост Будет погибать Рамзес А с пасом остановили его удары Смелта Киван тут как тут Минус два И Вайтмона тоже будут забирать Минус три Ну смотри А какие герои Цепкие Цепкие, ребята Не сдаются Казалось бы Без мейнкерри Без топнутворца В своей команде Но подловили момент с Пьюром Да, Пьюр чуть-чуть выскочил Получил Несколько станов подряд Сосейвить его не смогли Он погиб И конечно это открыло Невероятные просторы Для действия команды героев Прелесть драфта героев в том Что там во-первых Огромное количество контроля Всегда на любой стадии Во-вторых С дистанцией можно там Как-то пооткидываться И даже в четвером Это делается Как показывает практика Ну а Вивер Герой не самый защищенный Плюс у него У него уже нет БКБ Правильно? У него хитпоинтов было мало И на самом деле Вот шутки Шутками Да, а Марс сыграла Свою сейчас вескую роль В этом моменте Да, потому что Просто внезапный ребаунд И куки И все И Вивер контроль Плюс контроль У Марса было там тоже Немного здоровья Давай лама был без БКБ Он точно рисковал Но риск себя оправдал Сто процентов А какая опция у Тундры При заходе на ХГ? Только одна Прыжок Рамзеса Любого зацепить Убить И только тогда Вы можете что-то начинать делать Только так, да То есть вы не можете Стоять и бить Потому что у Вивера Очень маленький рейндж Ну знаешь Конечно все еще Форж спириты какие-то Алла критик Где-то издалека Конечно пробивать Но мелочи Мелочи Это легко откидывается Плюс Торментер И 4000 остается По экономике Вот нормально Держались все это время Мы это как раз таки Да, фиксировали Что вроде как Тундра тотальный контроль Над картой Просто бегают Убивают кого хотят Но сильно по экономике Они не оторвались По-моему больше 10 тысяч Даже преимущества не было Ни разу Сейчас действительно остается 4 Тундра конечно же Нарошанна Сюда не бегут герои Готовы снова отбиваться Только лишь от своей базы От своего хайграунда И они получили себе Помимо того Что они там сделали 3 фрага Сорвались трики Получили огромное количество Голды и экспы Они еще получили Минуту-полторы Чистого фарма на карте Этим они конечно Должны воспользоваться Но я правда не знаю Чем еще можно себя апгрейдить Вот на Киевана Хочется посмотреть Как он улучшил свой инвент Ассалт Кирас Ассалт Кирас С выходом, с намеком Лиггин сферу Интересно Кираса здесь лучший Наверное предмет В принципе У тебя три керри Плюс вы защищаетесь От вивера, от жуков Надежно Надежно И для себя И для команды Пойдет Пьюр БКБ Да и да Самое главное Что у него конечно Имеется Аеги сейчас Ну вот Это момент для Тундры Чтобы наверное Все-таки выиграть уже Эту игру Я думаю Что это тоже Их напрягает Вроде бы Они не сделали Ничего такого Критического И ошибочного Сильно Да Они всю игру Доминируют Тут хоп И как-то вот Убили Не дали Закончить карту Тут вроде как-то Опять стараться надо Какие-то кнопки нажимать Соперник не сдается Чему-то Для Тундры Это опять-таки Не самый радужный Ну вот Марси Да Вот выйти в тот самый Наверное Билдообразующий Такой сетап Где тебе нужно Просто вот Три слота Это вот Ишард БКБ Башер И какой бы Нетворс Не был соперника Что бы не происходило На карте Это уже по идее Может быть полезным Теоретически Это ты вот через Ребаунд прыгаешь Например в инвокер Нажимаешь БКБ Анлиш И начинаешь пробивать Твоечку Баш сработал Ты инвокера В соло можешь убить Скорее всего Да Можно Мирану Тоже полезная цель Наверное Единственный герой Которого не следует Трогать вообще Это Энчантис Она пока не так опасна В плане урона А времени На нее тратить Нужно много Не знаю Пику купит Там Когда-то да Дэмэдж давать А у ДК 22 Уже левел Играет 20 Они пошли Слушай Они хотят на эффекте Неожиданности сыграть Что не будут думать Тундра Что будет защита Тир 2 А тут под вард Играет Под собственный вард Который далеко установили Забегает пьюр Там с Аегисом Топсон Невидим Если прыгать Норнадо На прыжок На блик Кейван Это как так Ребаунд Просто форстаф Инвокер выходит Из-под фокус Ставится арена Хекс на развороте Очень больно Пробивают В итоге минус Марси Санстрайки летят Нужно просто убегать Глейбнер Двоих цепляет Там пьюр Набегает Инвокер тоже Колснеп Кейвану Аналог Айспас Мокропиры Неплохо БКБшку нажимает Аналог Кейван развернись Убили инвокера Пьюр тоже отбегает Вот это да Вот это позиционка От Кейджея Шикарная Айспас Просто Изумительный Я бы даже сказал И Кейван Немного Дальше отошел Чем нужно было Он мог развернуться Прыгать за следующими целями И опять Учитывая что Марси Так быстро умерла Они умудряются Вчетвером Переворачивать Тимфайты Вообще не получился фокус Вот здесь Знаешь Бывает такое Как бы Ты не совсем Идеально играешь И тебе еще не везет И это вот Складывает Накладывается друг на друга Вот здесь та же самая ситуация Вроде вот Плоховато сыграли Поначалу героев Но еще вот в этот момент Когда ты сто процентов Видишь инвокер Ты в него прыгаешь И попадаешь в тот же тайминг Когда он кидывает торнадо Ну как так-то Вот это реально не пруха Просто вот не повезло Хотя Не знаю Ну конечно опять же Если бы ДКБ Но Казалось Когда вы прыгаете под смоками И фокусите Через стан ДК инвокер Наверное это стопроцентный фраг Ну вот здесь смотрите Раз Еще из-под Давай ламу Форстаф ДКБ не нажал ДКБ не нажал Да Кстати Это очень грубая ошибка Потому что вокруг-то Много героев было Плюс у Рамзаса есть Хиекс Нужно было наверное не жадничать Нажимать БКБ сразу И вот ДКБ смотри где Он отошел Останься Прыгни за Рамзасом Так кто же знал что Джакеру Такой айс пасп поставит Ну вот ты бы знал такое Нет Это аналог среагировал Потому что он не так далеко убежал Поэтому БКБ на развороте побил Это чудо-момент Это просто какой-то Микросекунда На доверие На доверие На доверие Конечно Потому что Кейджей Ну сколько они уже Месяц подряд Линию вместе стоят Много раз Кейджей играл За этот год На Джакира Надо было поверить Что тиммейт реально это сделает Аналог поверил И у них получилось сделать килл Ну получился На самом деле Просто размен Один в один Который полностью Строит героек Почему? Ну просто потому что Они дрались против В Аегиса фактически Пока отходили После отдачи инвокера Тундра Они потеряли время За это время героек Фомили Аналог на реакции Рабзес поставил Хекс Здесь Со спины работает Пюр Очень опасно Опять же 47 секунд А Аегис наверное Драться не хочется Героик Прикольно На эффекте неожиданности А мы в прошлый раз напали Но сейчас этого эффекта Уже не будет Есть смысл Надать тернодушку А вот что будет делать Тундра сейчас Аегис закончится Вот-вот Подниматься наверное стоит Хотя бы попробовать Страшно Вот теперь страшно А теперь уже как будто Есть чем отбиваться Китай спас И вот станет ДК Киеван Да он так залетает Побил Дэмэджа много Манта Пюр Процентов 30 наверное Китпоинтер потерял Санстрайк Вот так Топсон Пытается развести Киеван на какое-то шальное БКБ Естественно не нажимается Кидавай лама в позиции Давай лама Опасно играет Но они не смогли Не хватает на башера Смотри Вот он с БКБшкой бегает Он на байбэк оставляет Я его прекрасно понимаю Потому что вроде башер Очень хочется башер Не поверите Насколько ему хочется Купить себе этот артефакт Райт кликом Но при этом он как Профессиональный игрок Прекрасно понимает Что байбэк скорее всего Будет просто важнее А больше то ни у кого нет Но он купил Все таки купил да Ну это Это слишком важный артефакт Вот он делает из тебя Полноценного кора Вот сейчас Именно покупка БКБ плюс башер Я просто очень сомневаюсь Что драка будет В ближайшее время Посмотри где тундра Все в разных частях Все фармят Все будут ждать рошан И герои к смоуку то не нажмут Судя по всему Тоже будут стоять Качаться Только при этом На 10% карты Вот опять мы фиксируем ситуацию Да Вот сколько мы смотрим Групповую стадию Дорогу на The International И раз за разом Тундра почему-то Вот возникают эти трудности С тем чтобы реализовать Своё преимущество Вот непонятно Где вот у них Кроется эта засада Да В которой они раз за разом Имея большой перевес После лейнинга Как-то оступаются Да Как-то вот их соперник Камбэкает Как-то приходится Выходить все равно В более поздний стадий Игру И там И там переигрывать Вот знаешь Насколько не получается Выиграть быстро Почему-то Команды Тундра так И это они не могут Пофиксить Из карты в карту Ну надо отдать Должно команде героик Вот у них была Тяжелейшая ситуация На мой взгляд На карте Вот можем Дота плюс посмотреть Какая там была оценка Я думаю там меньше 20% давали Команде героик И отбились Просто отбились Да Пользуюсь какими-то Микронюансами Какими-то ошибками Уграть 40 минут уже практически Что-то с тех пор 4 4 4 Что? Наверное маловато будет Это такая ситуация Я тут на 20 плюс рассчитывал 4% Я бы на 30 наверное рассчитывал Вообще не рейтит Да, что у героика Есть возможность Камбэкнуть Может там Мирану уже Начинают оценивать Потому что там слоты Там уже криты появились Мирана в лейт входит Ну да, это опасно Ну наверное правильно Опа, вот так В соло Команда не успевает Поддержать И вектор отошел Так Давай Лама полетел Через рибаунд Двух героев Башу с анличным Читает Рамзеса Провевает Рамзес арену Ставит его очень больно Нужна поддержка Давай Лам Он один бежит Он один БКБ заканчивается Арена стоит Он не может выйти Никто не поддержал Давай Лама Он хотел взять на себя Рамзес Наверное не лучшая цель Все-таки это толстый персонаж И никто подойти-то ведь И смог Грамотная арена Которая отрезала Часть героев Нюков не было И по итогу Давай Лама Ну вот Давай Лама сорвался Киван Киван нырнул И я нырну второй волной Пастеленок не хватило Он больше всех Настрадался в этой карте Настолько она не идет У него сейчас сборка Реально четверки Если не меньше За 40 минут Два слота Ну крепкая четверка Крепкая четверка Киван Лингенцверу Да Приобрел себе Он плотный Тут В него какие-то нюки летят Все отражает Куда пошли Куда пошли Бегут туда Где много опять героев У Рамзеса нет БКБ Есть рефрешер Это нюанс Рамзес Он еще и с невидимостью Он сам нападет Так да У него гем У него все есть У него вообще Мультипозиция В этой ситуации Рошан Рошан Да Ну понятно Почему выскакивают герои Прекрасно понимаешь Давай Лама сейчас воскреснет И мы очень не хотим Драться против Очередной раз соперника С Аегисом С баннером каким-то Хочется Знаешь Проявить себя Вот где-то в узком проходе Наверное в Рошпите Если мы там выиграем драку Забираем Аегисто Фулл камбэк Проигрываем драку Ну да Ситуация И так критическая Она будет конечно Еще хуже Шансов больше Мне кажется Именно за Рошан драться Они выходят Таймер сработал Достаточно большой Тундра это понимают Нажимают смок Они полностью владеют Опять таки ситуацией Расставляют там Где нужно вижен Ну и отбежали Все-таки герои к отошли Хотелось наверное Долкнуть линии Особенно верхнюю Прямо сейчас Тундра просто Дойдет до базы Развернется И пойдет за Аегис Киеван Или Киевана Рамзес Сейчас может прыгнуть Чивески Ставленка БКБ тоже нажал И начинает бить Рамзес Команды рядом нет Откуда? Просто Солидно Так тем временем Скофилду очень больно До конца пьюр Под БКБ за ним И убивает Давай лама Нажимает свой Блокинг бар Спасает Таким образом И Киеван Никого не поймает Потеряли саппорта Нажали глиф Все это за какие-то Касты со стороны Марса Ну Киеван среагировал Давай лама Тоже напал Опять же арена Тут вынужденно Все кнопки нажимали Все те кто принимал Участие в этом Микросражении Ничего не сделать На Скофилду Дитя бьет пьюр В наглую заходит Там много урон Рошан отходит Тундра Драться Героик скорее всего Уже сюда не пойдут Они числены в меньшинстве Форму ДК уже прожал БКБшки на Давай лама нет Придется терпеть на базе Все что остается Ну удивительно Да Уже так Комментируем Все уже понимают Что сейчас одна драка И все может закончиться Но уже 43 минута 43 минуты Каким-то невероятным образом Держится команда героев В этой карте Фантастик И при этом Ты знаешь Ситуация Практически не меняется Все это время То есть начиная с 15 минуты Все именно так и выглядит Ну да Примерно такое же Экономическое преимущество Очередной Рошан Без стороны уже стоят Там 20 минут Но тем не менее Как будто бы это все еще Отыгрывается При каких-то Сверхудачных Тимфайтах Одна драка Одна хорошая Да Где просто вы хорошо Зачутитесь И отобьете соперника В пул моментально Камбэк будет Но драка-то будет тяжелый Столько шансов В этой драке Будет выиграть Ну знаешь Типа вот из разряда Один шанс Из 10 драк Что герои смогут отбиться И 9 раз скорее всего Из 10 драк Вот в такой ситуации Тунра будут выигрывать Замес Понимаем что Тяжеловато Но что делать Ну наверное Какие-то Пайпэки хитрые Надо оставлять А там вообще 0 А нет У ДК появился только что Денег не хватает Смотри по мелочи Где-то 3 сотни Где-то 4 Где-то 200 голды Вообще Хочется доформить конечно Терзателя забрали Гектор получил Кстати говоря Шанс забавно У ДК Ну и По нижней линейне Ду Тунра Давай смотреть друзья Пушится тер 3 Глифа нет Пока Ну да Баннер поставили Здесь Крипы Иллюзии Все нужно отбивать Смог Используют герои Тунра пока не лезут Аккуратничают Ждут момента Ждут новые пачки крипов Посмотрите как играет ДК Он Киеван Раз свои иллюзии расставил По нижней линии По центральной линии Чтобы скипнуть пачки Хорошо Даже вот в этой ситуации Пытается отработать до конца Новые иллюзии Пачка новая не придет Кстати говоря Она уходит в лес вообще На миникарте это видно Так Торнадо По двум героям Мортим Меркиес Срывает Ой-ой-ой А БКБ не нажал Ошибается Марс Сам использовал хекс Сразу стан У него пытается Сокусить Рамзес Все-таки нажимает Своей кнопкой Пытается выскочить арену Пьюр получает Тайс пас Дерутся против Давай Ламы Ему больно сквозь БКБ Его просто пробивает Пьюр Тепларка тоже лишается жизни Минус колфилки Иван тоже не справляется Нажимаются байбеки Но Здесь с запасом Тудра выигрывают эту драку Хотели наказать Рамзеса За его ошибку Очень хотели Но Это даже наказать не получилось Не хватило Вот знаешь Урона за один стан Что называется И продлить не вышло Рамзес В этой карте И гениальные какие-то Врывы исполняет Иногда не самые Так скажем Мягко говоря Но тем не менее Он огромный импакт дает Вот единственная опция Это прыгнуть на Марсе И начать драку И каждый раз получается Тем временем Третья сторона падает Герои Втроем Не будут защищать Мегкрипы Против мегкрипов играем Ну и будут заканчивать Конечно Тут плавки нет байбека Ну Конечно Снэйфайр появится Как отбиваться Все равно не очень понятно Страйки летят Последние Третья четыре Глифа нет Давай лама Баф дал Рабзас прыгнул Хекс дал Сразу айс пас Больно очень Джекеросу Его забрали Диспост Попытка убить Хотя бы пьюра Но там бласт Шикарная Топсона Но там аегис еще Ну да Заберут Марси Гуд гейм Волплейт Все уже Сопротивление бесполезно Ну и все-таки На сорок шестой минуте Ребята из Тундра Выигрывают первую карту В этом ПО-3 Справились 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 Ну это тоже На команде героев Долго сопротивлялись Конечно Понятно что Вот этот вот сам Шанс на камбэк Все-таки Да по мнению ДТ Плюсом был Достаточно верным Пять процентов Там не больше Ну потому что Даже когда ошибались Тундра при заходе на хг Все равно ситуация по экономике Продолжение следует...